Привет, мой дорогой видеозритель! Сегодня опять, как и всегда, твое любимое Кимура шоу. Сегодня вечер, ты не знаешь чем заняться. Поздравляю, я перебью твою скуку. Сегодня у меня в гостях один из моих любимых ребят, которых я не знаю и хочу узнать поближе, Рамир Хасанов. Колокольчик, лайк, канал нау и я ухожу из кадра типа. Здравствуйте! Всем добрый вечер! Всем сразу хорошего настроения! Вы как поняли, если я в кадре, это значит Кимура шоу. Это значит все будет обратно непонятно, все будет экстрактно, все будет прозрачно, чисто по документам, но хуй пойми, как на площадке. Это шоу, неожиданное шоу. У нас вообще не за хуй могут появиться рифмы, логарифмы. Не нужны актерские паузы, не смешное приветствие. У нас все может появиться. Самое главное, что как бы не шло, всегда рядом мой родной, мой близкий с самого дна. Лучше мой комик без позиции, Мадьяр Нурмамбетов. Спасибо. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы веселимся. Мне это весело. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот и мы доросли до такого шоу, где мы можем творить все, что угодно. Нахуй эти батарейки нужны. Выкиньте их, блять, все. Не нужны они мне кадры. Убираем все нахуй. Сразу перестраиваемся, как видите. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня необычное шоу у нас. У нас в гостях... Надик, ты знаешь, кто? Я вообще не знаю. Ты не знаешь, кто? Вообще нет. Он сам о себе расскажет. Но небольшая затравочка. Этот человек занимался пранками. Вообще, как это все шоу, это пранк. И он эти пранки снимал, но дешевле намного. И уехал на два года гостить в Россию. Он два года там провел. И мы сразу его перехватили, как он только вернулся. Мой любимый человек и пранкер, встречайте, Рамир Хасанов. АПЛОДИСМЕНТЫ Лежит на сердце. Тяжкий путь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 потому что им заплатили. Ты можешь немного рассказать, чем ты занимался и что, где ты был вообще? Как прошло все? Централы, лагеря, сборки, продолы. Ты школьник? Шмоны. Ну, лагерь — это школьник. Ты школьник? Я не школьник. Это и за костюмом, вы думаете? Куда хочешь, брат, может смотреть, может спиной сидеть, да? Нам похуй, такое шоу. Не знаешь? Не знаешь, куда смотреть. Ты выплюнул все? Да-да, я скинул все. А, все нормально. Я просто переживаю. Не-не-не, чисто братское проявил тебе. Все-все, понял-понял. Он не знает, куда смотреть, потому что два года в стенку пьянется. Отчасти правда, да. Кто не знает, я расскажу. Рамир настолько отморозок. Он двумя годами ранее снял пранк, где они угоняли такси. Понимаете? Угнали такси и его посадили. Но еще не угонял, он конкретно. Он там. Мне так нравится, мне так лыбятся, кажется, это забавно. Посадили довольный. Ну да, и в этом, конечно, суть шоу узнать. Почему ты счастлив? Я дома? Ты дома, ты счастлив. Как тебе в России, кстати? Непонятно, да? Непонятно. Но там, где непонятно, Рамир, просто молчи. Мы сами все вывезем. У нас вот здесь, если что, в кадре, у тебя динозавр появится. Я на это и рассчитывал, Илюх. Мне вообще твои треки нравятся. Пятька, тох, 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 все в порядке. Все, все, все сразу. Я как узнал, что ты меня позвал, я по этому сону и пришел. Все, 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 позицию твою понял по выпуску, сразу меня спутал с другим русским. Ясно, ясно, ясно. Кстати, тебе не одиноко? Они штуку баксов стоят по-братски ползают. По жизни ровно все у тебя? Ой-ой. Ебать. Что случилось, Рамиль? Надо узнать сначала по жизни ровно все, я так садиться с ним не могу. О чем ты? Не понял. Рамир, что происходит? Вот я здесь с тобой потусуюсь. У тебя что-то не то, да? Ебать. Все, все, садись. Надо дотянуться до людей, за него узнать, по идее. Что-то под вопросом. Извините, у него флешбеки хуярят просто. Он немного переживает. А ты что сел сюда? Это же, возможно, хуи драчон. Возможно? Да, возможно. У тебя сомнения какие-то? Ну, если сказал, значит, да. Получается, не знаешь, за каким столом сидишь? Получается, что... Это не стол, это дубок, чтобы ты знал. Ну, ебать, а как ты определил, что это дубок? Ты что, плотник дохуя? Где твой нахуй строгунок тогда? Или ты буратино? Что-то не вижу, что твой нос увеличивается. Прикинь, каждый твой заход могу в рот ебать. Да? У нас отношения позволяют так общаться, да? Конечно, брат, позволяют. Да, по ней, да. Почему не позволяют? Мы вчера с тобой хавали. Это не позволяет, что ли? Потом боди-массаж, а-на-на-на-на. Ну, базар нет, не умеешь делать боди-массаж. Бля, не обижайся. Да, не умеешь. Ну, все, там же, главное, блядь... С твоего позволения, можешь сесть на диван, пожалуйста? Ну... Буквально на пару минут... Поинтересуемся сначала за него, я же говорил. За кого? За кого? Бля, что у тебя в голове вообще? Мандик, ты понимаешь? А? Ты понимаешь? Нет. Я тоже? Да, очки дорогие, базар нет. Рамиль, пожалуйста, пожалуйста. Думаешь, да? Я уверен. Мерещится, да, поеду? Чего мерещится? Мерещится. Нормально все сделано? Чего он... Он переживает за что-то? Ладно. Рамиль, не переживает. Он под чем? Нормально, да? Да-да, ты в этот раз сядешь и нормально все будет. Ответственность на себя берешь, да? Если ты боишься, что ты сядешь на диван на два года, нет, брат. Хорошо. Не так долго придется сидеть. Рамиль, у нас, смотри, мы изучаем же личность, да, человека. Мы знаем, что у тебя в детстве мечта была стать футболистом, правильно? В далеком. В далеком. В далеком детстве. Есть недалекая, да, еще? Да. Все, понял. Ну так что, интересно, что-то будет, нет? Нихуя себе. Уже интересно тебя снимает, блядь, 16 камер, а не одна. Рамиль. Так. Или нахуй тебе это спрашивать вообще? В этой студии встречайте мой хороший друг, поскольку я неплохой тоже друг, мы так симбиоз поймали с ним. Каждое шоу у меня неожиданно. А неожиданно от того, что я неожиданно помогаю местным комикам. И в этой студии встречайте местный комик Михаил Зайферт. Ваши аплодисменты. Михаил Баке, халайсис. Саламу алейкум, альбей. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Хей, хей, айсико вам. Здравствуйте. 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 Так. Смотрите, объясню коротко. Саламу алейкум всем еще раз. В чем суть? Меня Алейке звонит, говорит, Миш, есть задача. Надо необычное сделать. У нас шоу неожиданное. Вот так сказал. Неожиданное пизд-шоу. Я говорю, все, понял. Поэтому у меня прожарка из тазика. Вот. Вот так сяду, ладно. Рамка играл. Рамир играл парикмахера, дантиста, продавца сотовых. Но потом еще играл нарды. Два года. Тоже хорошо. Хуйня ебаная. Шутка или в целом концепция шоу? Хуйня ебаная. Я, говорит, хороший человек, друзьям хочу. Ебать. Прикинь, настолько. А заши, брат. Нет. Цены на помидоры видели? Вы так не делаете, наверное? Нет, можно, да. Можно же пить помидоры. Брат, мне возьми один, пожалуйста. Давай, давай. Нет, это же неожиданное шоу. Я неожиданно, неожиданно вот нашел твоего друга детства, Рамир, который два года искал тебя все время и не мог найти. Встречайте, в этой студии человек, который потерял Рамира на два года. Альберт, в студию! Альберт, я же говорил, я найду его. Вот он, он сидит, все с ним хорошо. Братан, все сделает для меня. Я чую здравостью запаха. Не хватало, прям не хватало падать. Садитесь, братья. Альберт, ты же его друг детства, да? Ты с детства за ним наблюдал, дружил с ним, вместе что-то творили. У меня к тебе вопрос. Ты сразу не понял, что какой-то пиздец идет? Я подозревал, да? Подозревал, да? Но не остановил его. Не, но я пытался, братан. Блядь, ну это, конечно, да. Как у вас дела? Прекрасно. Рамир, тебе комфортно? Комфортно? Не бойся! Блядь! Свои, свои. Блядь, свои! Свои! Подожди, стой. Стой, где-то... Ксиву я оставил. Она за кадром. Почему меня, блядь? Я здесь работаю. Маски на продоле. Пасть закрыл. Амир, не бойся, до слова. Я привык, братан. Такая хуйня через день была. Это школа Алтынбека Кимуры Грейси. Ситуации разные в жизни бывают. Иногда вас вяжет ОМОН. Иногда хурма. Но чаще всего ОМОН. И в этой ситуации непонятно, как выбираться, правильно? Но ребята уже, они серьезно настроены. Посмотрите, они с работы просто так уже не уйдут. Ты как, братан? Я, брат, нормально? Да не ты, блядь. У меня еще хорошо голова чистая, если переживал. И самое главное, в этом моменте, когда вас скрутили. Я понимаю, жизненные ситуации разные бывают. Бывает чебень в лицо, бывает паркет. В данном случае непонятный пол. Приподняки. И, Рамир, в первую очередь, Рамир, говори всегда. Это не я обналичивал деньги. Его можно говорить? Да, ты говори. Это не я обналичивал деньги. Видишь, он неприступный. Говори, этот пранк снимал не я. Просто говори. О, не хуйся, гильза. Это мы, блядь, на тебя повесим, что-то. Что ж, блядь? Почему же я сразу не скажу? Мы же говорили, блядь, я ксиву покажу, а ксивы нету, нахуй. На лицо запомнить же должны меня, блядь. В следующий раз, когда ты будешь, блядь, вот так крутить, то тебя учить будет. Я вот тебе, да, порешаю вот так, блядь. А, все, брат, давай решим. Давай решим. Спросите у него, за что вы меня берете? Спросите у него, за что ты меня берешь? За что ты меня берешь? За что вы его берете? За спину. Хорош. Вот видите, они интеллектуально подкованные ребята. С ними не так просто вести диалог. В этот момент. Каждый раз. Проси, скажи, брат, я сердечник, у меня сердце, и вытаскивай руки. Я не могу образ жизни позволять брат сказать по мусору. Ой, блядь, тогда садись нахуй. Второй раз ему образ жизни не позволяет, блядь, съебаться с места преступления. Брат, у тебя попроще. Ладно, ладно, не уходи, потянись потом, братан. Давай, я с ним решусь сначала, потом ты будешь. Сможешь всю хуйню взять на себя? Блядь, давай, братан, почему нет? Это здраво, скажи мне. Все. Так, Альберт, ты все на себя, да, забираешь? Да, я все на себя забираю, договорись с ним, братан. Так, это первый урок. Имейте друга лоха, который на братской волне заберет все ваше, и вы будете свободны. Если у вас такого нету, бля, грустите. Руки не зачекают тебе, братан. Нет. Все, тогда говори торжественно на камеру, что это ты все пранки придумал, и все, что будет делаться Рамиром, все будет на тебе. Оперативно тем лучше. Все, брат, давай, на себя заберу, туда все. Угу. Все, вот видите. Его можно отпускать, он уже свободен, он не виноват, это не он. Все, я ДССник. Что бы сделал я, бля, эти зеленые пацаны не знают, как с ними работать. Грель будем, все. Вот смотрите, меня вообще не пугает автомат. Убери немного вот так, брат. Ебать. Каждый раз, когда вы видите таких серьезных людей с автоматом, понятно, что у них экипировка есть. Экипировка всегда несет за собой минус. Плюс в том, что защищается на дальней дистанции. Минус на том, что мы вблизи можем уже делать стиль кота. Понимаете? Мы просто вот здесь цепляемся за него, вот так, вот так, вот так, забираемся на него. Говорим, давай, посади меня, когда я твой груз на душе. Все. Это школа «Алтенбетки» Мур и Грейси. Не бойтесь, даже вот таких серьезных ребят потом... У нас шоу. У нас же есть концепт-шоу. У нас не просто мы вот здесь хуйней страдаем, блядь. Аниматоров заказываем. Нет, мы нормальные ребята. У нас все для того, чтобы в конце выпуска наш гость, он подошел к вот этой штуке. Это улей для мамбичей. Если что, определенное название есть у этого аппарата. И каждый раз, каждый человек подходит, и он, короче, что он делает? Он бьет просто. С определенной фразой. «Алтенбетки» «Эс, сука!» «Заебанно они…» «Что за нах**, вы видели?» «Блядь, любое свободное место, сука. Везде эти закладки, нах****. «Блядь, матьик, мы что делать будем теперь, блядь?» гандон сука это же мой ход был блять конечно это была моя десятка я думал вы зарплату вот так даете пиздец наху вот эти блять пиздец сука берут наху блять потом блять умирают все на и бля вы куда смотрели блять сломали блять как наху вязать порядочных ребят вы все гораздо ли перед вами наху вот так закладку взяли ушли вы таки а у нас приказа не было мне все решать надо каждый из вас подходит говорить фразу крылатую чтобы этот удар был неожиданно не надо говорить толпа ёбнах ты мне не отец ну это у всех жизни разные просто каждый выходит становится сюда говорит фразу неожиданную бьет и мы вас рейтинг помещаем хорошо любая фраза конкретный удар итог может еще бля стендап ебануть не знаю ебать ты чё в седьмом классе один раз квадряк лучше она на нашел звуку в этом роду охуеть 201 бля даже бы на ент сказали иди отсюда задела делаю тебе на ент сказали похуй списывай все ладно беру свои слова обратно все уходить нет блядь угора и уходите по идее надо же попрощаться да с вами но мы с вами увидимся скоро в следующем выпуске поэтому я вас всех люблю целую ставьте колокольчики лайки она умна до настоящего момента пока вот эти очки возьми нам какой-то плюс от него будет сидит бля просто переживай это тенге сколько у нас у нас весь вечер черный не просто так сидел мы просто на оскаре и в netflix это тенге 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 Продолжение следует...